Сразу два детских садика начнут работать в Рязани уже после новогодних праздников. Губернатор Олег Ковалев осмотрел оба объекта и оценил ход их строительства. Один из них находится на Михайловском шоссе, это детский сад номер 34. Здесь планируется открытие 10 групп общеразвивающей направленности. Две из них для детей от 2 до 7 лет, пять групп для малышей от 3 до 5, и третья группа для детей постарше от 5 до 7 лет. Всего сад сможет принять около 250 воспитанников. Запись откроется с 1 декабря. На Михайловском шоссе появление такого дошкольного учреждения было необходимой мерой в связи со строительством целого жилого микрорайона. Социальными службами города проведена была серьезная работа по переформатированию детских дошкольных учреждений на детей двухлетнего возраста. Они порядка 14 групп дополнительных создали в действующей системе детских дошкольных учреждений для детей двухлетнего возраста. То есть немножко уменьшается количество детей старше трех лет, которые нуждаются в детских садах, и за счет этого они переформатировали группы и создали дополнительные 14 групп. И это хороший показатель, потому что я уже называл цифры, значит, они достаточно красноречиво говорят о том, что программа, по сути дела, по соотношению количества детей и количества мест в детских дошкольных учреждениях, она сбалансирована. Второй объект находится на Первомайском проспекте. Детский сад номер 33 немного меньше. Он рассчитан примерно на 120 мест. Здесь будут заниматься дети от двух до шести лет. Учреждение будет оснащено всем необходимым. Оно практически полностью удовлетворит потребность в получении дошкольного образования детям, проживающим в этом районе. Запись в сад будет открыта уже с 1 ноября. Детский сад на Михайловском шоссе в более высокой степени готовности. И там подрядчик, который обладает колоссальным опытом. И там сомнений у меня нет. Здесь я дал поручение, вот по этому детскому саду дал поручение первому заместителю главы администрации города Трушкину Владимиру Владимировичу, что ежедневные оперативки здесь, ежедневные планерки. Второе – расписать весь остаточный объем работ по видам работ и с рабочей силой, и со сроками с тем, чтобы до Нового года подвести этот детский сад к сдаче. Это реально, но очень-очень надо напряженно работать и не допускать никаких сбоев. Мы не остановим нашу работу по детским дошкольным учреждениям в связи с закрытием уже программы федеральной, потому что у нас еще много детских дошкольных учреждений в Рязанской области, которые нуждаются либо в переоснащении, либо в капитальном ремонте. И мы будем за счет средств федерального бюджета, за счет средств бюджета муниципалитетов будем продолжать эту работу с тем, чтобы все-таки систему дошкольного образования привести полностью все детские дошкольные учреждения во всех населенных пунктах должны отвечать современным требованиям к дошкольному образованию. Средства на строительство обоих садов выделялись из городского бюджета. Вместе с тем поступали субсидии и из федерального. Уже в начале следующего года об учреждении откроют свои двери для юных рязанцев. Губернатор заявил, что со следующего года в рамках очередности начнутся работы по реконструкции школ города и области. Продолжение следует... Продолжение следует...